Звук-то хоть есть? Здорово, парни! Привет, парни! С вами снова Женька Техно. Сегодня получился спецвыпуск. Я вообще сюда приехал на автодром с тайки, чтобы снять Renault Megane RS, который или уже был, или будет еще в выпуске. И, соответственно, позвонил своему другу Артему и говорю, приезжай, поснимаем ролик. И вот он приехал на одном автомобиле, который был у меня уже в съемках приблизительно, наверное, года два назад или три. Сейчас слышен звук мотора, угадайте по нему, что за он. И сейчас вы узнаете, что с этим автомобилем за это время случилось и в лучшую сторону. Ну что, поехали? Да, это Evo 8. Тот сам Evo 8, про который рассказывал вам в ролике о Форсаже. Он побывал... На тот момент он был у одного из моих друзей, у Егора. Он был его владельцем. После этого он перешел во владение к Александру. Саша, мой друг, мы с ним вместе снимали, еще с Александром и с Марком. Мы снимали ролик здесь на стайке, как ехать быстро. И теперь он есть у Артема. И Артем решил немножечко привнести в него изменений. Изменения коснулись, наверное, абсолютно всего. И я предлагаю с вами вообще посмотреть, что с ним случилось, а потом прокатиться. И чтобы понять, просто, знаете, здесь какая-то проблема? Я о ней буду чуть дальше говорить. О том, что Валюшина все меньше. Соответственно... Ну, потому что их меньше, они еще становятся дороже. Автомобили все же также еще очень старые. Вот. Запчасти поехали. Посмотрите, как сейчас Хонда дымит эти годы на косилке. Вот. И, соответственно, цены на них растут, как на автомобиле, так еще на их, опять же, запчасти. И их все меньше, 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 меньше. И, соответственно, любые изменения, которые касаются этих автомобилей, на мой взгляд, бывает так, что, типа, кажется, что зачем? И зачем так делать? Все же автомобиль культовый. И не надо, не стоит с ним вот так поступать. Блин. Но это, наверное, первый случай. Хотя какой первый случай? Погнали, покатаемся. Я вам расскажу все дальше. Да ты за е... Катанай, тут есть проблема. У меня проблема со звуком. Я не думал, что внутри будет так громко. И не додумался взять наушники и, прежде чем все снять, посмотреть, насколько будет звонить микрофон вот внутри этого злвейшего просто эволюшина. Так что вы меня простите. Я там пометки сделаю в тайминге, где будет очень плохой звук. Я сделаю субтитры, где он будет получше и в конце он будет снова хороший. А, и потом еще поедешь, я поснимаю, чтобы было перебивки у меня. Понял? Деву, снимаешь? Нормально. Там висит. Этот висит, этот включен. Там эта штука включена? Нормально. У тебя майка в пересвете всегда из-за солнца. Ну и нормально. Потому что... Я же Женька белый. Мне даже дали перчатки, чтобы я выглядел круче, чтобы я чувствовал себя настоящим гонщиком. Ты Женька маленький. Ну да. Что есть, то есть. С этим ничего не поделаешь. Так, антилак выключен. Boost Off выключен. Что еще здесь есть у нас? Аварийка выключена. Блин, подожди, ни хрена не сел. Нормально. Прикольно. Так, сцепление. Поглубо, поглубже по всей нитке? Не, у меня же поглубоко. Нормально. Я же не пододвигаюсь никак, да? Нет. Ты хорошо достянулся? Да. Сцепление, передача, передача. Третью силой можно сбивать. Там синхронизатора нет. Да? Да. Я понял. Оруй, этот. Даже что я не понял. Стоп. Что? Что такое? Как она поворачивается? Стой, 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 не дергай. Как она поворачивается? Что она зажала его? Я просто боюсь его сломать. А, приколи, как она в руках его заработала сразу. На опыте человек. Да пи*** на опыте. Ооо. Сними экран, как он будет, когда перегазовываешь. У него он тесто. Ориенок, где-то. Роо. Ориенок, где-то. Блин, это реально гонка. А не уебут страйка или нет? Блин, это очень круто. Я с такой еще темой никогда не работал. Так, где у нас? Здесь у нас температура жидкости. А где у нас температура? А, сверху топливо. А где жидкость? Я не проверил масло. Intake Tem, TPS, зажигание, air flow, trip, AFR. Ты масло видел? Я масла не вижу, ни к пина. Ладно, поехали, проедем на эти кланки. Чтобы вы понимали, насколько вот автомобиль вообще видоизменился с тех пор, когда его снимали 2 года назад. Он поменял, по сути, двух владельцев. И вот последний владелец сделал вот такой вот... Блин, на удивление красоту. Я вообще не очень поддерживаю когда там эволюшины. Их уже все меньше и меньше. Цена на них просто растет и растет. И когда эти владельцы превращают вот в такие вот просто гоночные корчи. Но при этом это получился... Блин, реально получилось очень круто. И типа, с одной стороны, ты жалеешь о том, что эти автомобили... Есть у меня микрофон, есть. О том, что эти автомобили постепенно канут в лето. Но при этом, когда у тебя получается такая красота... Прямо вот агрессия. Ну, это вот, не знаю, последние настоящие, в общем. Вот. Давай. Да, здесь. Сейчас проверим, что это способно. Нормально, пацаны, сделано, да? Красавцы. Просто поставили этот. Просто поставили. Такое, что уже есть. На таком свете просто. Можно держаться внутри вообще без напряга. Подхватки, а, парни, это... Вот я беру в центр, меня вообще не сносят. Вот, в центр. Луку, я беру в центр. О, верю. Вот. Там была снег. Каблот. Продолжение следует... 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 ты не чувствуешь совершенно веса этого автомобиля совершенно никак он такой, ты нажимаешь на газ и он просто, он просто едет ну просто, вот ты нажал и он поехал ну типа, в других автомобилях ты чувствуешь, что этот вес, его не знаю, там, какую-то тяжесть в этом, блин, ну просто нету это 400 плюс сил и это там тон на столь веса и это АВД, и это 25-ый слик, это там, да, зарыто очень много не очень много, да, он грамотно все собирает но относительно других автомобилей это много, но при этом, блин, этот автомобиль ведет себя просто потрясающе что мне не понравилось, я вам серьезно скажу, это то, что вот именно левая подставка под ногу, есть вопросы то есть она, первое, достаточно высокая, я иногда в ней упирался, и это не очень хорошо а второе, когда я хотел перегазовать, ну то есть, тут очень такой, для работы с другими ногами, ты там подтормаживаешь тебе надо там перегазовать, она иногда сцеплялась, и мне был такой момент, что сложно типа, ну, момент, здесь, конечно, может быть, кроссовки, а было поуже, типа, чтобы работать, то есть, ты идешь тебе, типа, сделать тормоз, сцепление, подгазовать, а у тебя, ты в этот момент тормозишь на газ, ты теряешь секунду это именно в моем случае мне показалось очень сложным, это бы я переработал в остальном вообще эргономика, расположение педали, давайте заглушим этого, уже, наверное, она остыла в остальном, конечно, ее вот поведение, оно меня просто, вообще, не знаю, это, это очень приятно автомобиль, я вам серьезно говорю, я, я бы, если бы не слик и 102 бензин, я бы вообще, мы бы не отдал, пока бы мы не стали, заглохли очень круто себя ведет в автомобиле, вообще, абсолютно всем, все же это Эва, и да, я вам говорю, мы выезжали, я говорил, что да, мне там кажется, что это не очень хорошо, эволюционов меньше, вот мы вчера разговаривали с владельцем по поводу эволюшн, он говорит, так хочется, чтобы появился новый владелец, купил какой-то новый эволюшн, пришел к нам в клуб, у нас типа мало людей, плюс там ребята такие стали уже там скуфы, вот, я говорю, да нет, чел, уже все, то есть Эва, цены идут ближе, там 20+, начинают уже к этому подбираться, а за эти деньги уже люди везут себе там М340, какую-нибудь там BMW, который там на B58, в который там, чуть ли тебе, не знаю, там, голова не вылазит, который отсасывает, соответственно, ну, эта эра уходит, и эти владельцы просто уже, как бы, их все меньше и меньше, и да, из-за этого бывает, кажется, что это, как бы, все, дорога в один конец, Эва уже, как бы, постепенно уйдет, но в то же время, когда этим Эва проезжаешь, ты просто понимаешь, что, бля, ребята, это пипец, то есть тот Эва, в который я ездил буквально там 3-4 года, 2 владельца назад, я знаю всех его владельцев, я даже знаю своих всех владельцев, которые, мой Эва уже гуляет по рукам, я каждого владельца знаю, вот, но, это совершенно два разных автомобиля, да, там тоже была куча вообще фана, кайфа, но в этом это просто, бля, это другой мир, ну, просто это, не знаю, я вам скажу, что мало какой автомобиль может подарить такие, такие эмоции, потому что даже в других автомобилях ты можешь поставить, да, большой слик, но есть вероятность, что у тебя там, не знаю, какие-нибудь там шаровые соединения, или какие-нибудь там еще что-нибудь, они просто выйдут из чата, что в другом автомобиле ты можешь понять, что у тебя редуктор может просто не выдержать и просто развалиться у тебя где-то на треке. Вы вообще видели, я, насколько я ее вообще душил, вот, и ей вообще все равно, да, я не скажу, что эти автомобили не ломаются, они тоже ломаются, но собирается это все чуть-чуть попроще, да, уже запчастей, опять же, меньше, но уже нашли другие варианты по запчастям, мы об этом не будем говорить, не будем задавать чужие секреты, у нас есть IM Performance, который собирает эти тачки, собирает очень прикольно, мы с ним когда-то образно росли, и он потом отошел в постройку автомобиля, и вот реально строит бодроту, поэтому мы это касаться не будем, запчасти все же появляются, на удивление, вот, уже нашли выходы с блоками, этому блоку дали, ну, чтобы эти машины делать, короче, я уже забыл что вам сказал, потому что очень куча эмоций, эту машину вообще невозможно убить, не знаю, это просто, короче, я кайфанул, вообще под кайфом, тачка просто топ, огнище! В общем-то, проехали мы на этом Эва, я постарался вам максимально вообще рассказать, передать эмоции, которые я ощутил от того, как я этим автомобилем управлял, вообще здесь абсолютно уже, наверное, остался остов кузова, само железо, именно сам мотор, блок, коробка передач, задний редуктор, и, наверное, все, потому что кардан здесь видоизменили на из карбона, я не помню, чего они брали, они хотели от Волюва, я там еще предлагал им какие-то решения, но, опять же, делали автомобиль ребята из АМ Перфоманс, этот автомобиль у них опыт уже есть, понятно, что они тут сами, без моего этого носа, встанутого, могут решить вопрос, что сюда поставить, чтобы это работало, и работало нормально, уже поменял здесь крылья, поменял капот, поставил карбоновые двери перед-зад, поставил из поликарбонат, по-модному называется, это стекла, выкинул вообще абсолютно все из автомобиля, поставил ковши, руль купил, молодец, правильный, Spark, оригинал, что у нас получилось, сзади он такой, стайлинг был под тачку именно из Форсажа, здесь всего, что здесь осталось, это, кстати, видите, что здесь у нас передняя губа АПР и задний спойлер, один в один, как из Форсажа АПР, здесь только осталось наклеить ливреи, как были Форсажа, я уже ему их нарисовал, единственное, что там чуть-чуть нас из АВАКСи ребят подводят, у Юры не злись на меня, понимают, что и работяга, как киборг, там, хуя, но надо сделать, но в остальном автомобиль получился просто лютый, более того, он еще купил себе просто в жирнейших параметрах, правда, эти были колеса под одну гайку, под центральную, но там в них высверлили, это магниевые, очень редкие просто рейсы, это не такие, там, обычные, там, E37SL, это совершенно другие, короче, чуть-чуть он так долларами эту машинку приперчил и получилась вот такая вот красотища, понятно, что здесь стоит стандартный 4G63T двухлитровый, мы не будем туда лезть, это не наше собачье дело, что там делали с ним, я, в принципе, все знаю, я вам буду показывать какие-то фотографии, картиночки, как она вообще развивалась, ну, в общем, автомобиль получился просто лютейший, просто, ах, я вам серьезно говорю, я давно не кайфовал так от автомобилей, очень давно, а я, блин, я много чего водил, уже на сегодняшний день уже очень много тачек водил разных, и вот прям такого вот, я еще давно не было такого ощущения, ты вводишь эмку, она такая вся, да, сбитая, жесткая, но такая прям, в любой момент она такая, типа, полетели, вот, ты прям такого, ты там вводишь Alfa Romeo, она такая вся мягкая, такая приятная, мощная, но при этом, а тут прям все, жесткость, плавность, четкость, сбитость, прям вот, ну, не знаю, это такое, как оно называется, квинтэссенция, всего, что вот можно было вообще собрать и вкинуть просто в один автомобиль, я серьезно, блин, внизу можете мне вообще написать, рассказать, что вы считаете под этого автомобиля, хорошо, это когда вот собирают такие корчи, гонки, не знаю, как вам сказать, даже язык не поворачивается, постоянно получилась кайфовая тачка, или нет, или такие уже автомобили заслуживают того, чтобы стоять, где-то, не знаю, там, в стеклянных коробках, и все, там, сверху с бантиком, типа, ничего там подобного, и все, в любом случае, я вам скажу, что это такой незапланированный ролик, я вообще реально кайфанул, надеюсь, вам тоже понравится, понравится вообще, вот, какой-то фидбэк, от того, что я попытался вам рассказать, как теперь этот автомобиль едет, вот с этими параметрами, жирнейшими, своим минимальным весом, и просто с максимальным, посмотрите, какие колеса, они реально на шире моей головы, просто, при этом, и опять же, все окей, но, не стоит забывать, что, кажется, что вроде бы вкинул 280 слик, и все, все же, какая-то настройка во время этого шла, подвески, то есть, менялись как-то подвески, менялись пружины, как-то играли со стабилизаторами, меняли стабилизаторы, смотрели за развалом, то есть, не просто прям вкинули, и все, прям, такой рецепт, типа, счастья, там, долларами там взял, эволюшин поперчил, типа, тебе там все накидали, ты такой просто, полетел, ну, отчасти, как бы, полетел, но, типа, если уже прям, ну, так, кайфово, полетел, то это, конечно, надо чуть-чуть больше времени, силы и средств, в общем, я кайфанул, вообще, Артем, красавчик, собрал кайфовую тачку, погнались дальше снимать мостерном Меган РС, спасибо, парни, пока!